Ребят, всем большой привет! Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Для того, чтобы записать сегодняшнее видео, мне пришлось прождать половину 2020 года, чтобы протестировать все флагманы. OnePlus 8 Pro, Mi 10 Pro, Huawei P40 Pro, вспомнить про iPhone 11 Pro. Все это для того, чтобы сделать взвешенное видео по поводу Galaxy S20 Ultra. Это особенный смартфон, потому что компания Samsung ежегодно вставляет свое новое видение, как должен выглядеть самый крутой флагман. Компания Samsung долгое время являлась локомотивом. Мало того, компания Samsung пинала Apple, обгоняла Apple, соревновалась с Apple, делала интереснее и мощнее. И поэтому я очень хотел, чтобы Galaxy S20 Ultra получился классным. Мало того, я ждал, когда прилетит майское обновление, потому что оно должно было пофиксить автофокус и другие косяки системы. И я не дождался. Сегодня у нас 10 июня 2020 года, и у меня по-прежнему стоит мартовское обновление. Не дождался, но свои выводы сделал. Рассказываю свой опыт использования, свой честный опыт использования. Galaxy S20 Ultra. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! По поводу Galaxy S20 Ultra я уже записывал несколько видео, в том числе и как работает камера. Galaxy S20 участвовал во всех мероприятиях, которые я делал. Я делал сравнение быстродействия смартфонов, когда все флагманы Huawei P40 Pro, OnePlus 8 Pro, Mi 10, iPhone 11 Pro, Galaxy S20 Ultra и даже Pocophone F2 Pro запускали 18 приложений. Было два круга, первый и второй. Это было сравнение на скорость. Samsung показал себя где-то посередине. Несмотря на то, что здесь топовое железо, у меня версия на Exynos 990. Наверняка, если бы у меня была версия на Snapdragon 865, все сложилось бы иначе. Но, к счастью, я живу в России. Но, к сожалению, в России Galaxy S20 Ultra поставляется без Snapdragon. Также я делал видео сравнение на тему плавности. Все эти же смартфоны соревновались в плавности. Samsung показал себя хорошо. Плавный интерфейс. Очень приятно работающий интерфейс. Я вообще бы сказал, что пользоваться этим смартфоном приятно. Если убрать те но, которые у него есть, пользоваться этим смартфоном ежедневно приятно. Я делал большое фотосравнение. Несколько фотосравнений. Король ночной съемки. Я делал сравнение полностью во всех условиях. Видео, в темноте, 4К и так далее. Samsung, к сожалению, в этом году в темноте показывает не самые лучшие результаты. Это и касается и видео, это касается и фото. Тот же самый ночной режим, который работает, честно говоря, так себе. Но об этом мы еще поговорим сегодня. И основные русскоязычные техноканалы разделились на два лагеря. Первый лагерь это позитивное мнение. Розеткид, Велсаком, еще кто-то. Давайте сейчас не будем говорить, что кто-то из них занимался рекламой, а кто-то говорил свое мнение. Не суть. Мы все равно правды никогда не узнаем, поэтому давайте исходить из того, что есть. Есть каналы, которые максимально отрицательно отнеслись к Galaxy S20 Ultra. Это и мобайл-телефон с Евгением, который просто убил, размочил Galaxy S20 именно Ultra версию, потому что это самая дорогая версия за 100 тысяч и просто разбомбил вообще по полной программе. Там не на 5, не на 10 процентов, а заметно больше. То есть S10 Plus в играх, он лучше, чем S20. Чем S20 Plus, чем S20 Ultra. И я в шоке, друзья. Особенно эти бомбы летели в сторону производительности смартфона. Стас, каналы как просто, тоже отозвался так себе о Galaxy S20 Ultra. Но я уверен, что многие из вас даже не держали этот телефон в руках. Я этот смартфон держу уже больше двух месяцев в руках, и поэтому хочу записать свое тоже видео. И я очень не хочу, чтобы это было хейт-видео, и я совершенно не собираюсь этот смартфон оправдывать, вылизывать или еще что-то. Просто расскажу, что я думаю. У нас здесь не будет особенно цифр, это будет опыт использования. Самое первое, что я хочу сказать. Это смартфон гигантский, 6,9 дюймов. Здесь стоит Super AMOLED, разрешение Quad HD. По экрану все очень хорошо, но по какой-то причине компания Samsung сделала такой экран, который самый неяркий в сравнении с другими флагманами. Вы сейчас видите видео, на котором показано, что в обычном режиме при максимальной яркости Samsung дает минимальную яркость. В ручном режиме вы можете поднять яркость только до 400 нит. Этого реально мало, чтобы соревноваться с другими, потому что у того же Xiaomi, например, дисплей в ручном режиме поднимается до 800 нит. Но при этом у Samsung есть плюс, потому что его дисплей на солнце, то есть при ярком освещении, в автоматическом режиме может подниматься до 870 нит. Это хороший показатель, это даже поярче, чем OnePlus 8 Pro. Но при этом вы сейчас видите сравнение, на Samsung дикий шим. Просто невероятно дикий шим. Для тех, кто не знает, вот эти полоски, которые вы сейчас видите на экране, они видны только, когда вы снимаете камерой. Что такое шим? Просто спросите у Google. Есть люди, которые чувствительны к этой проблеме дисплеев. Мало того, есть люди, которые говорят, что у них прямо глаза болят от этого. Я не из таких людей, мне что шим есть, что его нету, совершенно без разницы. Но в целом мне просто непонятно, почему компания, которая является лидером по производству дисплеев, ставит на свой флагманский телефон, который на старте стоил 100 тысяч рублей, такую динамик-амолед-панель, которая выдает такой дикий шим. Ни у кого, ни у кого из других флагманов нету такого шима. Я уж молчу, что у iPhone вообще его нет. Причем вроде как iPhone использовал Samsung дисплей, сейчас вроде как использует LG. Поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь. Но если убрать вот эти докопательства, то дисплей крутой. 120 Гц. Это супер плавно. Анимация, как реализована на Samsung, мне очень нравится, потому что она достаточно длинная. То есть она чуть более длинная, чем нужно, и поэтому ты ее прямо замечаешь. Если вы включите Xiaomi Mi 10 или другие смартфоны, вы зачастую саму анимацию-то не почувствуете, потому что она происходит крайне быстро. Здесь это происходит достаточно медленно. Почему в iPhone не чувствуется анимация? Потому что она там медленная. Вы ее успеваете почувствовать. Тот тест, который я делал, в котором я сравнивал скорость анимации и плавность, там как раз таки показывается, что Samsung, когда запускает анимацию, он ее запускает со всеми вместе, или может быть даже раньше реагирует на нажатие на экран, но при этом заканчивается она практически самой последней. Но это дает ощущение плавности, и мне это нравится. Здесь 120 Гц, я не ставил 60. Опять же, большое количество техноканалов обращало внимание на то, что эти 120 Гц не работают в максимальном разрешении. И знаете, вот если мне очень не нравится это слово задротство, но если вот задротствовать, то да, ой, какая беда, Samsung не выдякивает Quad HD в 120 Гц, ой, какая беда, проседание в FPS и так далее. Поймите меня правильно, я сейчас не пытаюсь оправдать Samsung, то я думаю, что компания Samsung по какой-то причине себе позволила небольшие вольности. Есть просто вещи, с которыми сложно сжиться. Но в плане дисплея у меня вопрос только один. Почему он не такой яркий, как у других, и почему присутствует шим, а у других шима нет? Мало того, в Samsung ведь даже нету кнопочки, чтобы убрать шим. Здесь отсутствует функция DC Dimming, потому что она как будто бы должна уже была быть вшита изначально. Но она работает каким-то образом, что ее не заметит. А вот вещь, которая меня выбесила больше всего, потому что я пользовался этим смартфоном совсем недавно, ждал обновления, оно не пришло. Это работа аккумулятора. То есть это та реальная вещь, из-за которой ты можешь сказать, нет, друзья, этот смартфон я вам рекомендовать не могу, потому что, понимаете, Samsung у меня проработал порядка двух часов. Два часа. Просто вдумайтесь в это. Да, так получилось, в течение обстоятельств. Я очень много загружал видео в интернет при помощи смартфона, при помощи 4G, поэтому много ушло аккумулятора туда. Да, наверное, Samsung бы вытянул три часа, но камон, три часа, это вы о чем вообще? При том, что здесь 5000 мАч, но смартфон невероятно быстро садится. Он просто лежит, и он садится. Если бы оставить на ночь с включенной сетью, с автообновлением приложений, то, когда вы проснетесь, у вас будет минус 10-20%. Это крайне много. Да можно даже на самом деле все выключить и положить Samsung, и все равно, если Samsung пролежит день, он потеряет процентов 20, просто потому, что он лежит. И это крайне странно. И я бы сказал, что самое странное, почему компания Samsung не допилила этот вопрос. Неужели никак это не получилось? И я не понимаю, почему у других получается. Я не понимаю, почему получается у Huawei, у Xiaomi, и не понимаю, почему получается у OnePlus, и почему у такой глобальной компании Samsung это не получается. Это ведь не первый флагман, которым я пользуюсь. Вообще, вы знаете, смартфон, который я в жизни больше всего ждал, вот вы, кстати, можете написать в комментариях, какой смартфон в своей жизни вы ждали больше всего. Я ждал Galaxy S2. Он тогда вышел, в России еще не появился. Я его заказал за 30 тысяч рублей из Англии. Он ко мне летел, по-моему, месяц. Это было невероятное время ожиданий. И я тогда получил очень крутой смартфон. Я ходил и просто всем показывал, какой это смартфон. Я прям помню, он весил 112 граммов. Это был очень тонкий, пластиковый, новый Galaxy S2. Я был в восторге. А вот, к сожалению, сейчас этого восторга нет. Да, конечно же, то, что экран проработал 2 часа, это лишь один такой раз получился. Обычно это было где-то с 3,5 часов до 5. Плюс-минус. Но в любом случае этого мало. Этого мало, чтобы у меня смартфон дожил до вечера. Есть люди, которым 4-5 часов работы экрана, это окей, доживают до конца. Есть люди, для которых работа аккумулятора вообще не имеет значения. У меня есть друг Сережа. Сережа, тебе большой привет. Так вот, он постоянно в автомобиле. У него Galaxy S9+. У Galaxy S9 не самый лучший аккумулятор. Так вот, он говорит, Филипп, мне вообще без разницы. У меня постоянно телефон на шнурке. И меня это не волнует. Я такой, ну окей. А меня волнует. Точнее, я бы сказал, что я считаю, что так не должно быть. И я не могу понять, почему Samsung это допускает. И самое главное, почему он не может это допилить. Вы знаете, что здесь есть быстрая зарядка. Поддержка 45 ватт. Это прямо быстро. Также есть возможность заряжать бесконтактным способом. 15 ватт. И есть еще и реверсивная зарядка. То есть при помощи этого смартфона можете заряжать другие аппараты, которые просто на него положите. Это тоже очень хорошо. Следующий момент, за который большое количество людей просто сожрали Galaxy S20 Ultra, это быстродействие. Я сейчас не говорю про Antutu, потому что в Antutu там 520 тысяч баллов. В целом это нормально. Я сейчас говорю про то, о чем рассказывал Женя из Mobile Telecom. Посмотрите, как он просто разбил в пух и прах Galaxy S20 на Exynos 990. Потому что им стыдно за Exynos 990. Им стыдно смотреть в глаза коллегам, в глаза членов семьи, в глаза соотечественников. Причем у Жени ведь есть Galaxy S20 на Snapdragon 865. Там есть и сравнение и так далее. Посмотрите эти видосы. И там он рассказывает, прямо показывает, какие дикие просадки в FPS происходит, когда он пользуется Galaxy S20 Ultra. Смеется, издевается. Но на самом деле происходит реальное избиение. Вы знаете, что я скажу? Я скажу, что это, конечно, все да. Мне, знаете, что напоминает? Мне напоминает это вот такую штуку. Опять аналогия про машины. Например, заряженная BMW. Четверка, купешка с мотором 3,5 литра. Я не знаю, там 300 с чем-то лошадей. И рядом стоит Subaric, тоже заряженный. И вот этот Subaric рвет BMW. И с одной стороны, это победа Subarica. А с другой стороны, я думаю, что всем владельцам BMW, ровным счетом, наплевать на то, что их обогнал Subaric или еще кто-то. Наверняка. Наплевать так же, как всем поклонникам айфонов. Наплевать на то, что у айфонов большое количество косяков. Что камера снимала как-то не так. Что смартфон не живет долго и так далее. Все спокойно с этим живут. И никого это, по большому счету, не волнует. А если волнует, то все равно люди это проглатывают. И живут дальше со своим любимым айфоном. И здесь, вы знаете, я бы сказал примерно такая же история. То, что Женька показывает, что смартфон теряет FPS. Глобально теряет FPS, когда играет в Call of Duty. Когда играет Shadowgun Legends. И то, что другие смартфоны, даже не флагманы, обходят его в этом показателе. И я скажу, да, это плохо. Но мне на это реально, мне на это наплевать. У меня Galaxy S20 Ultra совершенно не для игр. Мне кажется, что большинство людей, которые покупают Galaxy S20 Ultra, они его покупают не для игр. Так же, как люди, которые покупают себе дорогую и мощную машину, они покупают ее не для того, чтобы гонять. Вот здесь такая же история. Поэтому я бы сказал, что мне вообще без разницы. В работе этот смартфон не создает никаких трудностей. Все запускается крайне быстро. Все работает очень плавно. Все работает очень мягко. То тактильное ощущение, тот вибромоторчик, который тут стоит. Они очень-очень классные. Они очень на высоком уровне. Я понимаю, что сейчас большое количество людей, которые смотрят, они думают, «Блин, но флагман, он должен быть охрененный во всем, например, как OnePlus 8 Pro, который ну практически вообще везде хорош». Я бы сказал, да, но OnePlus 8 Pro это как раз-таки вот этот субарик, который пытается обогнать Samsung. Но OnePlus до Samsung в плане имени и имиджа еще, простите меня, срать и срать. Я прошу прощения за такую грубость, но по факту это так. Люди сравнивают OnePlus и Samsung как два равноценных бренда. И говорят о том, что если OnePlus стоит 70 тысяч рублей, и он напичкан по полной, то он стоит этих денег. По какой-то причине люди забывают, что в основном, когда мы покупаем что-то, мы платим в первую очередь за бренд. А что такое бренд? Бренд это то, что на протяжении долгого-долгого времени заручилось поддержки у большого количества людей. Зарекомендовал себя как классный продукт. Вы знаете, я вам пока рассказываю, здесь уже солнце село. Мало того, ведь OnePlus это тоже бренд, который на самом деле уже себя с какой-то стороны зарекомендовал. Ну правда, со стороны гиков, со стороны убийцы флагманов, но в любом случае он себя зарекомендовал. Потому что если сейчас взять какого-нибудь но-нейм китайца, вот со всеми характеристиками, которые есть, например, у OnePlus 8 Pro, и поставить его за 50 тысяч рублей, ведь его же никто не купит. Никто не купит, потому что никто не будет знать этого смартфона. Вот помните, когда Pocophone появился? Вроде как, с одной стороны он с Xiaomi, с другой стороны никто не понимает, что такое Pocophone, и все. Непонятно, что это за телефон. Поэтому Pocophone продавали за сколько? Помните? За 20 тысяч рублей. Когда все флагманы стоили 50 и 60, Pocophone продавался за 20 тысяч. Там был 845 Snapdragon, стереодинамики и бла-бла-бла, но своей ценой он брал. И вот эта ситуация в моем представлении должна быть и с OnePlus. И вот такая же ситуация должна быть с брендами, которые догоняют. Обратите внимание, я говорю с брендами. Потому что мы покупаем не смартфон с техническими характеристиками, мы в первую очередь покупаем бренд Samsung. Потому что когда вы покупаете компанию типа Samsung, вы же покупаете не только телефон, вы покупаете статус, вы покупаете имидж, вы покупаете сервисное обслуживание и так далее. Очевидно, что дисплей на Samsung можно поменять практически в любом городе. Но попробуйте поменять дисплей на OnePlus в любом городе. Очевидно, что этого не произойдет. У меня больше вопросов к камере. Потому что в том числе и за камеры, за Galaxy S20 Ultra в этом году попросили 100 тысяч рублей. Я, честно говоря, жалею, что у меня не было возможности попользоваться Galaxy S20, Galaxy S20 Plus. Потому что это как раз таки, видимо, те смартфоны, которые больше стоят своих денег, чем Galaxy S20 Ultra. В Galaxy S20 Ultra что? 100-кратный Space Zoom, который по большому счету не оправдал своих ожиданий, потому что он не дает того результата, который мы хотели бы от него получить. Те фотографии, которые получаются на 100-кратном зуме, с ними ничего нельзя сделать, кроме как... Да даже друзьям их не надо показывать, потому что они выглядят очень-не очень. И поэтому переплата за это крайне сомнительное мероприятие. Но камера Samsung всегда отличалась для меня хорошими показателями. Я всегда очень радовался, когда апертура основного модуля становилась все шире и ярче. Полтора. Я помню эти цифры, и я думал, вот это круто. Я сразу смотрел, что происходит у айфона, а у айфона тогда апертура была типа там 2.0. Я такой, ха-ха-ха, айфонщики. Я такой, смотрите, какие фотографии получаются на Самсунге. Смотрите, какое видео получается. И эта схема работала, но она работала несколько лет назад. В этом году компания Samsung показала такой телефон, который, и, к сожалению, с точки зрения фото и видео, в большинстве сценариев делает чуть хуже, чем конкуренты. Даже чем этот, блин, бедный OnePlus 8 Pro. С чем это связано? У меня нет, к сожалению, ответа. Я думаю, что компания Samsung сама по этому поводу переживает. Я думаю, что ребята стремились выпустить вовремя Galaxy S20, но не смогли его допилить до того уровня, чтобы он был классным. Чтобы ты брал в руки этот телефон, и потом, и через два месяца ты говорил, какой же он охрененный, какие он классно делает фотографии, какие он классно снимает видосы, какой он классный. К сожалению, у Samsung, видимо, это не получилось. Я вот здесь оставлю ссылочку на видео, которое я сделал совсем недавно. Все флагманы соревнуются в фото и видео. OnePlus 8 Pro, Mi 10 Pro, Huawei P40 Pro, iPhone 11 Pro, Galaxy S20 Ultra. Пять смартфонов, которые соревнуются, кто круче фотографирует. Посмотрите его, пожалуйста, потому что там, к сожалению, Samsung часто показывает результат чуть хуже, чем остальные. Что касается звучания этого телефона, то я бы сказал, что здесь все хорошо. Да, он звучит не так круто, как, например, Mi 10 Pro. Казалось бы, хренов Xiaomi, но при этом звучит класснее. Реально я бы сказал, что это удивительно. Да, Xiaomi Mi 10 Pro звучит лучше, чем все остальные телефоны вообще нынче существующие на планете Земля. Вы сейчас послушайте композицию в сравнении как раз-таки с Mi 10 Pro. И я не знаю, насколько встроенный микрофон и динамики смогут передать вам это ощущение, но поверьте мне, и посмотрите другие технообзоры. Mi 10 Pro звучит охрененно. Это, кстати, будет моя композиция. Если она вам понравится, вот здесь будет подсказочка. Перейдите. И я вас очень прошу, оставьте комментарий под ней и пролайкайте. Субтитры сделал DimaTorzok И при этом, при всем, компания Samsung достаточно сильно заботится о звуке. Да, здесь нет высококачественных кодеков. Ну, нету их, к сожалению. Но при этом здесь есть возможность одновременно к Samsung подключить сразу два Bluetooth-устройства, две колонки. Такой функции практически ни у какого смартфона нет. Есть возможность подключить одновременно часы и гарнитуру. Но так, чтобы вы подключили сразу две колонки и они работали, такого у других смартфонов нету. А у Samsung есть. У Samsung есть встроенный эквалайзер. У Samsung есть Dolby Atmos и другие настройки. У Samsung не самый последний Bluetooth. Здесь стоит 5.0, а не 5.1. Но в любом случае, в плане звучания в наушниках по Bluetooth будет все отлично. И еще несколько моментов, касающихся использования этого смартфона. Разблокировка. К сожалению, по какой-то причине, ахиллесовая пята Samsung. Что касается и сканера отпечатка пальцев, который работает, честно говоря, на 4 с минусом. Не на пятерку, как в Huawei, не на пятерку, как в Xiaomi, не на пятерку, как в OnePlus, а на 4 с минусом. Во-первых, он работает достаточно долго. Во-вторых, то пятно сканера, которое есть, оно очень небольшое, ты часто в него просто не попадаешь. Даже несмотря на то, что на Always On Display подсвечена зона, куда надо прикладывать палец, все равно это не всегда работает. И это печально, потому что ты как будто бы перемещаешься на несколько лет назад, когда смартфоны действительно разблокировались долго. Конечно же, можно сказать, что здесь стоит ультразвуковой сканер, а не оптический, он более секьюрный. Но мне, честно говоря, пофигу. Мне важно, что смартфон разблокируется медленно. И если бы, может быть, второй способ разблокировки работал быстро, сканер лица, то, может быть, вопросов-то и не было. Но и этот способ работает достаточно хреново. Ну, то есть, прямо реально хреново. Тебе надо прям посмотреть на телефон, и он такой, ага, посмотрел на тебя тоже, и такой говорит, да, это ты. И разблокируется. В 2020 году, к сожалению, это не стандарт качества. Опять же, с чем это связано, не знаю. Считывать лицо по фотографии, ну, совершенно несложно. Почему Xiaomi, OnePlus и все остальные делают это нормально, а Samsung не может это сделать нормально? Я, честно говоря, не представляю. Но вообще, операционная система One UI 2.1 мне очень нравится. Она является одной из самых продуманных среди всех систем. У нее, безусловно, есть какие-то косяки, у нее, безусловно, есть какие-то моменты, которые могут не нравиться. Но в целом она быстрая, шустрая, хорошая, классно выглядящая, достаточно логичная. В ней большое количество настройок, и практически все эти настройки меня удовлетворяют. В ней есть уникальные настройки, которых нет у других смартфонов. Я не говорю сейчас про темные темы и все остальное. Вот, например, есть настройка, вот, например, есть звуковая настройка. Когда ты можешь сделать так, что когда ты едешь в машине, у тебя смартфон подключился к Bluetooth системе, и музыка играет через Bluetooth, но при этом, когда тебе прилетает какое-то уведомление, ты его слышишь не через Bluetooth по всей машине, а ты его слышишь отдельно. Потому что есть возможность разделять звуковые потоки, и это круто, и ни у кого такого нет. И есть еще одно количество фишек, которые есть только в Samsung, и у других их нет. И вот самый главный вопрос этого видео стал бы я вам рекомендовать Galaxy S20 Ultra. И, к сожалению, нет. Нет, несмотря на то, что этот смартфон очень классный, несмотря на то, что им очень приятно пользоваться, он очень плавный, он на самом деле быстрый, он очень приятно лежит в руке, у него отличное олефобное покрытие, здесь горел глаз шестого поколения, влагозащита и все остальное. Но тот аккумулятор и та камера, которые стоят в этом смартфоне, и та цена, которую за него просят, 100 тысяч рублей. Да, сейчас на самом деле в Яндекс.Маркет можно зайти и найти цены на сером рынке, которые будут начинаться от 75, например. В любом случае это много. К сожалению, это много за этот смартфон. Но с другой стороны, если вам нужен статусный смартфон, а по сути на самом деле, ведь Samsung и iPhone это два статусных смартфона. Все остальные, Huawei, OnePlus, Xiaomi, это смартфоны, которые ниже уровня. И поэтому с другой стороны, получается, у Samsung с какой-то стороны нет конкурентов. Даже если они сильнее. Вот так максимально честно подошел я к этому вопросу. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Ни в коем случае не болейте. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. И расскажите, что вы думаете по поводу Galaxy S20 Ultra. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Всем спасибо. Пока.